Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркет. Сегодня понедельник, 20 февраля, начало новой торговой недели и мы приступим к нашему ежедневному утреннему брифингу. Начнем с подведения итогов прошлой недели. Было несколько значимых тенденций, которые можно отметить и, конечно же, начнем с довольно приятных событий. На прошлой неделе, напомню, мы в первой половине недели продавали основные валютные пары евро, доллар и фунт, доллар, а затем рассчитывали на рост в середине недели и также в пятницу отметили то, что происходит разворот по основным инструментам и те тенденции, которые складывались на протяжении начала и середины недели, они, по сути, сломались именно в пятницу. Вот об этом чуть подробнее сейчас поговорим, потому что именно от этих выводов будет зависеть наше поведение на текущей торговой неделе и именно эти важные события мы сейчас и обсудим. Прежде всего, хотелось бы отметить, что несколько стран ввел себя доллар американский на прошлой неделе. Это отмечали многие эксперты, аналитики, в том числе и мы говорили о том, что несколько непоследовательно ведет себя американская валюта. В чем же дело? Оказалось бы, вышли довольно позитивные новости. Целый ряд факторов был в пользу того, чтобы доллар продолжил свое укрепление, которое продолжалось на протяжении января и первых недель февраля. Также мы видели положительные данные по индексу потребительских цен, по индексу деловой активности от Федеральных резервных банков различных штатов. Также увидели прирост по количеству разрешений на строительство новых домов и увеличение розничных продаж. Тем не менее, все это не оказало доллару должную поддержку. Мы видели, как большинство валютных пар находилось либо в условиях боковой консолидации, то есть ярко выраженного тренда мы не наблюдали, либо, более того, доллар терял позиции по отношению к основным конкурентам, например, по отношению к евро и британской валюте. В моменте доллар ослабевал, тем не менее, мы говорили о том, что в целом для доллара пока все очень неплохо и те именно фундаментальные, в первую очередь, факторы, которые сейчас влияют на его поведение, будут оказывать ему и дальнейшую поддержку. Именно мы держим в уме то, что в марте будет заседание ФРС и вот госпожа Елен уже озвучила свои планы на эту встречу, сказав на прошлой неделе о том, что ставка наверняка будет повышена уже в марте. И, конечно же, что бы ни происходило по другим странам и показателям, все это будет не так значимо по сравнению с тем заявлением и той политикой, которую мы сможем увидеть, точнее ее реализацией уже в марте на заседании ФРС. Итак, вот все-таки ждали, что сразу после этих заявлений доллар будет расти и надо отметить, что еще в пятницу мы говорили о том, что по фунт доллар и по евро доллар сейчас складывается скорее нисходящий тренд. Отличная торговая точка на продажу была по паре фунт доллар, мы отмечали ее в пятницу и кто воспользовался ей сделали все абсолютно правильно, потому что именно от верхней границы нисходящего канала мы продавали фунт доллар в прошлую пятницу и на этом можно было очень и очень неплохо заработать. Что касается начала текущей недели, то отметим, что те тенденции, которые начали складываться в пятницу, отметим, что именно это является ключевым днем прошлой недели, потому что вот те тренды, которые мы видели в начале и середине недели, они постепенно сходили на нет. И вот на основе этого можно сделать вывод о том, что доллар в первые дни этой недели также продолжит свое укрепление по отношению к европейской валюте прежде всего и британскому фунту. В целом отметим, что прошлая неделя сложилась именно без каких-то значимых фундаментальных факторов, несмотря на заявления опять же Елен, несмотря на цифры по Британии, еврозоне, а также Соединенным Штатам Америки, мы не видели каких-то глобальных трендов, которые сложились именно после той или иной публикации. И мы отмечали значимость именно технических факторов. Безусловно, эти технические факторы будут преобладать и на протяжении текущей недели. Сразу скажем, что на этой неделе не так много будет значимых событий. В основном это выступления представителей ФРС США, которые дополнят ту картину, которую мы сумели составить на протяжении опять же прошлой недели. Мы получим дополнительную ясность, хотя казалось бы, что уже и так понять мне некуда, потому что большинство из представителей и именно голосующих членов ФРС высказались за скорое повышение ставки. И так или иначе все этого ожидают. Другое дело, что если вдруг, забегая уже в события марта, отметим, что если вдруг этого не произойдет, то это будет довольно серьезным ударом по перспективам именно американской валюты и американского фондового рынка. Что касается сегодняшней торговой сессии, то отметим еще один очень важный момент. Именно праздник, который сегодня будет в Штатах и поэтому торговая сессия американская сегодня будет закрыта. Американские рынки сегодня работать не будут. Что это означает? Это означает, что в течение дня сегодня мы можем не увидеть довольно типичные картины, которые наблюдали опять же на прошлой неделе. О чем именно я говорю? Возможно вы отметили тот факт, что те тенденции, которые складывались на протяжении европейской сессии в течение прошлых недель, именно прекращали свое действие с момента начала и открытия американской сессии. То есть, проще говоря, если, скажем, евро-доллар падал в течение первой половины дня, то затем происходил разворот и его выкупали уже в американскую торговую сессию. Особенно это хорошо заметно на графике нефти. Сейчас о нефти мы еще более детально поговорим, но в пятницу было ровно то же самое. После довольно слабого открытия, довольно слабого развития событий в течение дня, мы смогли увидеть резкий выкуп, довольно повышенные агрессивные объемы на покупку. И нефть в итоге опять закрылась в зеленой зоне, то есть выше цены открытия рынка в пятницу. И вот можно сделать вывод, учитывая, что сегодня американский фондовый рынок работать не будет, в силу выходного, да, опять же, который мы отметили, можно будет рассчитывать на то, что тренды, которые будут заложены в начале дня, имеют шансы на продолжение в американскую торговую сессию, в силу того, что, опять же, американские участники рынка сегодня к нам не присоединятся. Но, с другой стороны, обычно мы наблюдаем в такие дни просто низкую волатильность в течение вечера, поэтому нужно быть более осторожным в этот период и, конечно, следить за рисками, желательно снизив их именно после закрытия европейской сессии. Обещал поговорить про нефть и вот на самом деле сейчас можно выделить очень важный технический уровень. Это отметка 55.50. Нужно, опять же, сказать и напомнить вам о том, как непоследовательно ведет себя и нефть тоже. Мы видели очередные ужасные данные о запасах нефти в прошлую среду. Уже вторую неделю подряд наблюдается существенное увеличение запасов. И, казалось бы, это давление и преобладание предложений над спросом должно обвалить котировки нефти. Но этого отнюдь не происходит. Мы видели лишь два ложных пробоя вниз в течение прошлой недели. И, учитывая тот факт, что мы опять выше отметки 55.50 и после двух ложных пробоев мы все-таки в зеленой зоне, это, конечно, является мощным сигналом к тому, чтобы рассчитывать на дальнейшее продолжение увеличения стоимости нефти. Вот все сейчас складывается именно таким образом. Но, опять же, отметим, что вот с отметки 57.20 можно провести нисходящую линию, которая является последним сопротивлением сейчас для нефти. И можно сделать один очень важный вывод. Мы видим консолидацию и сужение, все большее сужение по нефти. Это означает лишь одно, что в момент, когда мы выйдем из этой консолидации, нас будет поджидать начало нового тренда. И вот в какую сторону он состоится, пока еще до конца не ясно. У нас есть на одной чаше весов фундаментальные факторы, которые говорят против увеличения стоимости нефти. На другой же чаше у нас понимание того, что эти фундаментальные факторы в последнее время не оказывают должного влияния на котировки нефти. А значит, мы уже неоднократно делали вывод о том, что есть какая-то тайная сила. Можно даже говорить не в таких категориях таинственных, а в более понятных. То есть есть инсайдеры, которые покупают нефть в расчете на дальнейший ее рост. Также есть спекулятивные позиции, которые, безусловно, будут идти против основной массы участников рынка и опять же собирать стопы и влиять на тех, кто торопится с открытием сделки в первую очередь на продажу. Поэтому, опять же, крайне интересно будет посмотреть затем, в какую сторону все-таки мы выйдем из этой боковой консолидации. Безусловно, судя по графику, она должна состояться уже на этой неделе. Возможно, в среду на запасах все-таки мы увидим какие-то более масштабные движения. И поэтому призываем вас следить за этим активом. Хотя и так уверен, что вы обращаете на него внимание в силу его волатильности и большого влияния и интереса на российский рубль. Переходим к нашей валюте. Мы очень много говорили на прошлой неделе о нем. Даже посвятили большую часть одного из брифингов российскому рублю и выяснению причин того, почему же он так укрепился в последнее время. И в то же время постепенно призывали вас к осторожным покупкам доллара по отношению к рублю. Потому что, опять же, в отношении российской валюты фундаментальные факторы оказывают куда большее влияние, чем, скажем, по той же нефти. И здесь мы на самом деле стали свидетелями того же, о чем мы уже сегодня говорили. Именно в пятницу произошло продолжение и отчасти смены этой тенденции, которая наблюдалась в начале и середине недели. И если мы посмотрим, опять же, на график цены, то увидим, что именно после сильного гэпа вниз в среду мы стали наблюдать рост пары доллар-рубль. И на самом деле, после того, как гэп был закрыт, опять же, это уже было признаком того, что рост продолжится в ближайшие дни. И вот теперь вся интрига заключается в том, сможем ли мы закрепиться выше уровня 59 рублей за доллар. Если это получится сделать, то не за горами уже отметка их 60 и далее 62 рубля за доллар. Именно эти цели будут очень близки и очень вероятны в случае закрепления выше отметки 59. Пока же мы можем видеть, как пары тестируют эту отметку снизу вверх. То есть именно это будет ключевым сопротивлением на текущую неделю. И на самом деле сейчас все идет к тому, что пара окажется выше этого уровня. Так или иначе, те закупки валюты, которые делает ЦБ, не могут остаться незамеченными. И пусть объемы этих закупок валюты пока еще не так велики, как могли бы быть, тем не менее, участников рынка это крайне тревожит. И многие, если не покупают доллар-рубль, то, по крайней мере, зафиксировали те позиции на продажу, которые у них были. И вот эта фиксация позиций как раз-таки, как минимум, влияет сейчас на разворот по этой валютной паре. Что касается тех активов, которые еще мы сегодня не успели рассмотреть, хотелось бы несколько слов сказать о золоте. Мы наметили некую тенденцию к увеличению общемировых рисков на финансовых рынках на прошлой неделе. Отметив, что растет золото, растет японская иена и растет швейцарский франк. То есть, те защитные активы, в которые уходит капитал, когда ему кажется, что скоро могут наступить смутные времена на рынках. И возможен какой-то либо незначительный всплеск волатильности и порция негативной информации. Либо и вовсе речь идет о каких-то масштабных изменениях. Ну, конечно, о каких-то серьезных проблемах пока говорить очень рано. Мы говорили о том, что представители американского регулятора очень позитивно смотрят на перспективы общемировых финансовых рынков. И, казалось бы, поводов для беспокойства нет. И на самом деле мы видим, как в ту же пятницу золото начало терять в цене. И то же самое касается японской и швейцарской валюты. То есть, доллар вновь преобладает по отношению к японской иене. Точнее, даже не так будет правильно сказать. Мы наметили и увидели некоторые признаки сигналу для возможного разворота по парам швейцарский франк, доллар и доллар-японская иена. Пока же говорить о полном развороте и начале нового тренда не приходится. Но первые признаки возможного движения уже наверх по этим парам, они появились именно в пятницу. То же самое касается и золота. И сейчас можно говорить о том, что, по крайней мере, сегодня золото будет под большим давлением чисто со стороны теханализа. Есть серьезный потенциал для снижения золота сегодня. Поэтому посмотреть на продажи по этому активу безусловно стоит. На этом, пожалуй, сегодня все. Успехов в торговле. Увидимся. До свидания. Продолжение следует...